Всем респект братва, с вами мародер 120 гигабайт и я прошу прощения за свой хриплый голос, я все еще болеем, но поэтому у нас нету стримов на канале, однако я решил записать наконец вторую часть видео вопросов и ответов, поэтому погнали. На фоне вместо евротрака у нас теперь сноу раннер, я пытался выполнить какую-то миссию и все зафейлил, поэтому пожалуйста не обращайте внимания на фон, умоляю. Начнем с парочки вопросов, которые были у нас в часто задаваемых в группе вконтакте, однако я обещал на них ответить видео, и так, откуда у меня ник мародер 120 гигабайт и почему именно 120 гигабайт? Сам ник мародер у меня уже довольно-таки давно, по-моему с начала 2000-х годов, когда я играл еще в Counter-Strike, у меня был матерный ник KillerFucker, и меня в одном из клубов попросили поменять ник на нематерный, и собственно я выбрал мародер, почему мародер, потому что я тогда очень сильно увлекался вселенной BattleTech, играми Мехуориор и книгами, и мародер это был мой самый любимый робот, все просто. А приставку 120 гигабайт я взял намного позже, уже прямо перед созданием канала, и взял я его из нашего чатка, где я и мои такие самые лучшие друзья, с которыми я общаюсь уже там не один десяток лет, он называется просто 120 гигабайт, чего-то там, чего-то там, мы постоянно меняем название чата, на злобу дня так сказать его называем, а так как именно мои друзья меня сподвигли начать этим заниматься, я решил взять к своему нику эту приставку. А происхождение названия чатка идет от того, что один из моих друзей являлся владельцем 120 гигабайтного SSD-шника, хвалился им, говорил, мол у меня SSD-шник, я весь такой крутой, но у него постоянно не было места на игры, постоянно приходилось ему что-то удалять, чтобы с нами поиграть, и мы как бы угорали над этим, и назвали чатка 120 гигабайт, вот и вся собственно история Ника. Следующий тоже довольно-таки часто задаваемый вопрос, на который у нас есть ответ в группе ВКонтакте, и кстати говоря, если вы еще не вступили в группу ВК, пожалуйста, вступайте, ссылочки на нее в описании. И вопрос этот звучит так, что такое это магра, вот эта вот свар, уасл, джюс, вот эта вот хрень, которую ты несешь, непонятные слова, что это вообще значит? Короче, дело в том, что еще с детства у меня есть какая-то странная такая привычка коверкать слова, то есть я беру какое-то обычное слово, и оно у меня как-то мутирует во что-то совершенно невообразимое, что непонятно вообще, зачем, почему и как, боже псих я ебаный, блять, что ты еще скажешь? Ну вот такая привычка у меня и имеется, еще в детстве у меня были другие всякие долбанутые слова, такие как плевис, посел и шлерамность, и я не помню, что там еще, а происходили они от слова Бивис. Помните, был персонаж такой Бивис из мультфильма Бивиса Батхат? Вот я взял его имя, почему-то у меня оно превратилось в плевис, а потом плевис превратился в посел, и ну вот я не знаю, откуда это во мне. И вот слово Магра на самом деле возникло из слова ЖОСТКОСТЬ. Я помню, как оно мутировало, поэтому сейчас приготовьтесь к нескольким секундам неадекватости. Сначала у нас была ЖОСТКОСТЬ, потом была ЖОЙКОСТЬ, типа мы пародировали акцент такой английский. ЖОЙКОСТЬ, потом ДжОКОСТЬ, потом ДжОКА, потом ДжОСА, потом САМОДЖОСА, после САМОДЖОСА была САМАГРОДЖОСА, после САМОДЖОСА была МАГРОДЖОСА, потом МАГРОДЖОСА, потом МАГРО, потом СУАРА, потом ВАСЛА, я не знаю, ну короче, вот так вот оно мутировало, и теперь я это все повторяю и не могу остановиться уже который год. Возможно, это что-то значит, и, блядь, инопланетяне шлют нам послания через меня, так что слушайте эти слова внимательно, запоминайте, и когда они прилетят, вы сможете с помощью них спасти свои жопы. Отвечу на еще один довольно-таки частый вопрос, который давно надо было поместить в часто задаваемые вопросы в группу ВК. Почему я не стримлю с вебкой? Ну, во-первых, у меня нет вебки. Во-вторых, я на самом деле ничего против вебки не имею, но считаю, что на стримах она не особо нужна, поэтому изначально у меня не было никогда идеи стримить с вебкой. Это неудобно, надо настраивать свет, надо подогнать изображение под звук, чтобы все было красиво, чтобы все было классно, чтобы все звучало и выглядело естественно. А это довольно-таки сложно, и много геморроя, много денег, у меня канал довольно-таки маленький, поэтому я не особо заморачивался. Но, если мы с вами когда-нибудь наберем, наконец, 20 тысяч подписчиков, я это уже обещал, я буду иногда стримить с вебкой, и появятся видосы с вебкой, и вообще я покажу лицо нормально, и надеюсь, я к этому моменту похудею, потому что моя полнота, жирнота, тоже является причиной, почему я не особо хочу пока лицо свое толстое полить, да, и тем более, там, потеть с вами, сидеть на стримах, да, с красным ебальником, ну, короче говоря, надо похудеть, ребята, надо набрать 20к подписчиков, и тогда будет вебка. Следующий вопрос задал Андрюха, а ты еще в предыдущем посте с вопросами, я его почему-то пропустил, прости, Андрюха, еще раз. И звучит он так, как я готовлюсь к стриму, и заготавливаю я какие-то темы для разговора, или это все импровизация? Ну, насчет тем для разговора, конечно же, это импровизация, иногда я что-то думаю, что вот надо бы вот это обсудить, надо бы вот это спросить, но в целом я особо не готовлюсь, и вообще я считаю, что скилл стриминга заключается именно в скилле импровизации. Как ты ответишь на вопросы в чате, как ты будешь реагировать на то, что происходит в игре, и так далее, и так далее, это все должно быть естественным, не заготовленным заранее, то есть твоей настоящей реакцией. Но при этом говорить, что я вообще не готовлюсь к стриму, так, конечно, нельзя, потому что, естественно, я готовлюсь, это скорее технические приготовления. Настроить сцену там, подготовить какие-то фишки, какие-то приколы, новый мемасик ставить, я не знаю, обновить. Алерты донатов, и так далее, и так далее, иногда там песни подготавливаю, вот тогда в такие моменты я, естественно, готовлюсь к стриму. А вот продумать, как идет сам стрим, я считаю, что это, во-первых, не нужно делать, в большинстве случаев, за исключением каких-нибудь стримов, особенно, как у нас был, например, стрим караохи, я там подготавливал, естественно, песни и так далее. А если это обычный стрим по игре, то я думаю, что это делать просто не нужно. Еще один очень хороший вопрос, сколько времени у меня забирают стримы, видосы и так далее, то есть вообще весь ютуб, и хватает ли мне свободного времени после этого. Вообще, это зависит, конечно же, от моей активности. Если я буду лениться, то я там потрачу 2 часа на стрим, 3 часа на стрим, хрен забью, больше ничего делать не буду. Но если так относиться к своему каналу, то он просто сдохнет, и, если честно, я так просто не могу. Поэтому даже сейчас, когда я взял паузу от стримов, потому что мне надо вылечить свой голос, я все равно записываю видео. Чуть подробнее об этом я расскажу в ответе на один из вопросов, который сегодня будет. А вообще, стримы и видосы я стараюсь сделать так, чтобы потратить где-то около 8-9 часов в день максимум. Бывало, конечно, что я и 12 часов тратил, и вообще все своевременно это убивал, но на самом деле это неправильно, потому что так можно очень быстро выгореть, перегореть вообще этим занятием, и ты не будешь хотеть этим заниматься, и это ужасно. Сами стримы идут у нас на канале где-то около 4-5 часов, иногда 3 часа, меньше, реже. Но время тратится не только на стримы, но на их подготовку, на то, чтобы прописать теги, чтобы подготовить превьюшку, чтобы выбрать игру, и так далее, и так далее, и так далее. С видосами все сложнее, некоторые из них можно сделать за час, некоторые ты делаешь по несколько дней. Зависит от масштабов самого видео. Но лично я стараюсь придерживаться этой нормы, 8-9 часов в день, иногда бывает больше, иногда меньше, там уже зависит от обстоятельств. Следующий вопрос, как я отношусь к накрутке онлайна стримерами, накручивал ли я когда-то сам онлайн, и как с этим бороться ютубу? Сам я онлайн никогда в жизни себе не накручивал, я даже, если честно, не очень знаю, как это делать, но настоящая причина заключается в том, что я к этому очень плохо отношусь, я считаю это обманом аудитории. Кроме того, это совершенно бесполезно, то есть ты обманываешься аудиторию просто так, потому что ты еблан, потому что ты хочешь сделать себе иллюзию того, что ты успешен, но ты не видишь настоящих цифр, ты не можешь понять, насколько действительно твой стрим хороший. Короче говоря, это полная лажа, дерьмо, и заниматься этим ни в коем случае не надо. Кроме того, это в основном абсолютно бесполезно, нам накручивали онлайн пару раз на стримах, я всегда над этим угорал, но говорил, ребята, не надо, они там какие-то на мне тесты проводили, у меня не было ни новых подписчиков, никакого хайпа, ютуб мой стрим никуда в рекомендованный не пихал, короче, это бесполезняк и кал. А насчет борьбы, ну, я тут уж не знаю, потому что, если бы я сказал что-то вроде «баньте тех, кто накручивает онлайн», то очень можно было легко избавиться от любого канала, который тебе не нравится. Накрутил ему ботов, как вот мне крутили, я про это говорил, накрутили ботов, я получил за это бан, заебись. Так что тут уж пусть ютуб решает, как с этим бороться, но опять же мне кажется, что он просто сделал так, что твой watch time, то есть время просмотра зрителями твоего стрима, играют действительно важную роль, а количество народу на стриме особой роли не играет. Хотя тут не могу утверждать на 100%, потому что я не эксперт никакой. Следующий вопрос, который мне очень понравился, кого, кроме своих друзей-стримеров, я смотрю на ютубе? На самом деле я подписан где-то на 172 канала, поэтому всех я перечислять не буду, за кем-то я к тому же практически не слежу, иногда что-то посматриваю, а может быть вообще забил хрен и не отписался. Так что давайте я перечислю таких основных, которых я смотрю чаще других. Из русских я, конечно же, смотрю в Дудя, смотрю Бэткомедиана, там, Руслана Усачева, Поперечнева и всю вот эту вот шайку Кликлака. Очень люблю Исцелидана и Азазина, потому что они очень смешные, сука, наркоманы, никогда не принимайте наркотики, они не помогут вам стать известными или смешными, но эти ребята действительно хороши. Если говорить про какие-то игрожурские такие каналы, я смотрю в основном СтопГейм, иногда смотрю Игроманию. Выделю еще три канала такие менее известные, которые очень мне нравятся, это Эдвард Вульф, Дрюза и Булджать. Эдвард Вульф делает офигенные, супер душевные, ностальгические видосы, там, по старым играм и так далее, очень вам советую, если вы любите поностальгировать, я просто над ними рыдаю, плачу, и там все настолько круто сделано и душевно, очень советую. Дрюза это такой бывший танкист, который переквалифицировался в такого независимого игрожура, то есть он все подает довольно-таки по-игражурски, но у него свое мнение, он не проплаченный, и на самом деле мне очень нравится, как он с расстановкой все в своих обзорах про игры рассказывает, тоже советую глянуть. А Булджать тоже очень офигенный душевный парень, который также делает крутые обзоры и рассказывает различные истории там из мира ММО, и в общем тоже советую, такой классный, интересный контент. Ну и напоследок расскажу про зарубежных блогеров, а на самом деле я из зарубежных по-хорошему прям так действительно плотно смотрю только одного пьюдипая, которого считаю, блядь, королем, он офигенный чувак, он вдохновил меня вообще на многие вещи, я думаю не только меня, он офигенно смешной и угарный тип, короче, если вы его не смотрите, ладно, но ничего мне, блядь, плохого про него не говорить, ясно, блядь, иначе бан, бля. Так, отвечу на последний вопрос, связанный уже с моим каналом, это Алла спрашивает, сколько снимался клип, стример хочет денег, и как это происходило. На самом деле, ну, снимали мы его не так уж долго, суммарно где-то 7 часов заняла у нас съемка, сначала 3 часа, потом 4, за один день мы его сняли, но само производство клипа, это не только, собственно, съемки, это прежде всего, конечно же, монтаж, ну и то, что мы сначала сделали песню, записали трек, вот все это суммарно, ну, несколько дней мы этим всем занимались, да, один день у нас полностью ушел на то, чтобы записать песню, до этого у меня еще ушло какое-то время, чтобы вообще все это придумать, потом какое-то время ушло на то, чтобы эту песню свести, после мы уже записали сам клип, потом я его монтировал, еще там несколько дней или неделю, не помню точно, из всего того материала, который мы там наснимали, там было там пару часов, по-моему, из которых я должен был вот эти вот 3 минутки сделать. Естественно, везде были какие-то паузы, задержки, мы что-то там ждали и так далее, и так далее, короче, суммарно прошел, я думал, где-то около месяца, я так точно не помню, от прямо написания текста до, собственно, выпуска клипа. Но это время было офигенно, на самом деле, мне очень понравилось всем этим заниматься, и чувакам, которые мне помогали, огромное спасибо, офигенно было, правда. Так, теперь перейдем к вопросам о жизни, о прошлом, и мне очень понравился вопрос, какие в детстве у меня были консоли? Я в детстве консоли называл приставки, это был не только я, так в целом все говорили приставки, потому что она, типа, приставлялась к телевизору, куда-то подключала ее к телевизору, наверное, поэтому называли приставки, не знаю. Короче, у меня была Дэнди и Сега. Хотел бы я сказать, что у меня была Плейстейшн, но у меня ее никогда не было, и первая Плейстейшн, которая у меня появилась, это вот четвертая плойка, которая у меня дома стоит, но до этого, к сожалению, никто мне ее не купил, потому что не такая мы были богатая семья. К сожалению, к моему, конечно же, к огромному. Ну вот, шесть лет своего детства я провел сначала за Дэнди, потом за Сегой, а потом, наконец-то, я смог собрать себе компьютер, сначала слабенький, потом я его апгрейдил, и вот так вот я перешел на АПК-гейминг. Потом уже намного-намного позже, через, там, больше, чем 10 лет, я купил у друга Иксбокс 360, и после него практически сразу, там, буквально через несколько месяцев, я купил себе новый нормальный игровой компьютер, и вернулся в мир игр, после, там, довольно-таки большого перерыва, о котором я, может быть, вам в каком-нибудь из следующих видео расскажу. Но связан этот перерыв был с тем, что я начал заниматься музыкой, и об этом следующий вопрос. Просит рассказать поподробнее про мою музыкальную карьеру. На самом деле, конечно, карьера это назвать сложно, давайте назовем это моя музыкальная деятельность. Началась она, по-моему, году 2004-2005, где-то там, и я купил себе тогда первую свою электрогитару, и с другом с района, собственно говоря, мы решили, что нам нужно сделать группу, у него тоже была гитара, и потом мы уже среди музыкальной тусовки, с которой мы познакомились, когда ходили, там, на разные концерты, и также в интернете на форумах тематических всяких групп, типа, там, Корн, Слепнот, Лимбискид и так далее, нашли в итоге барабанщицу, вокалистку и басиста, но с вокалисткой были проблемы, и вообще у нас с вокалистами постоянно были проблемы, как это ни странно, потому что вроде вокалистов дохрена, но с ними почему-то постоянно у нас какой-то трабл был, и мне в какой-то момент пришлось встать на вокал. И первый наш такой постоянный состав утвердился где-то году в 2006-м, мы записали демо, оно было отвратительным, ужасным, мерзким, потом, чуть позже, мы еще сменили несколько вокалистов, и в 2009-м году записали, наконец, нормальный альбом, уже примерно того же звучания, которое мы хотели от нашей группы. И после записи этого альбома я уехал в Польшу, и группа распалась. Мы давали, конечно, параллельно всякие концерты во всяких там галимых клубах, иногда, правда, были даже неплохие опен-эйры, или там автопати после Слепнот мы тоже выступали, было очень круто, но в целом всем было на нас насрать, мы не были какой-то там известной группой, хоть чуточку даже. Нет, вообще никому мы были не нужны, и, короче говоря, никто, когда мы пропали, особо нас и не спрашивал. Но при этом с моими друзьями из группы я со всеми поддерживаю контакт, до сих пор мы все общаемся, очень хорошо дружим, и даже иногда что-то записываем, чисто вспомнить было, и, например, песня Welcome to Satrapy, это как раз мы спустя там 3 или 4 года после распада группы встретились, записали трек, сейчас вот опять что-то намечается, я надеюсь, когда пройдет вот все это дичь с коронавирусом, мы встретимся и, наконец, запишем еще один трек, чисто просто угореть по лутскулу. А если говорить именно про мою уже там деятельность музыкальную после распада группы, то я просто начал учиться играть на акустике, начал учиться петь, и вот сейчас там пробую себя там в рэпчике, хотя раньше никогда этим не занимался и не увлекался, но это чисто уже просто попробую себя в чем-то новом, до сих пор люблю тяжеляк, до сих пор стараюсь про него не забывать, и что-то такое тоже иногда периодически делать. Вот такой вот развернутый ответ получился. Часто ли я дрался в школе? Нет, ну бывало, конечно, но в целом я не особо конфликтный был чувак, у меня была такая травма детства, когда я только переехал в новый район, на Каховку, было это в 94-м году, если не ошибаюсь, такое время было опасно, и, короче говоря, я прям на второй день получил пизюлей конкретных, мне это не понравилось совершенно, поэтому драка в будущем я старался избегать, кроме того, я был не уверен, что смогу дать нормальный отпор, пацанчиком жестким, никогда не был никаким гопником, хотя в целом, конечно, драться приходилось и во дворе, и в школе, но это уже, знаешь, только тогда, когда не было никакого выбора, поэтому вам я тоже советую избегать конфликтов, избегать драк, иногда это прям действительно может очень сильно навредить и детской психике, и родителям потом разбираться, там есть вдруг что-то серьезное, какая-то травма, там перелом их, потом выебут, короче, за то, что вы ебанутый маленький ублюдок, бьет какого-нибудь другого ебанутого маленького ублюдка, короче, лучше старайтесь этого избегать, это никому не нужно. Были ли у меня когда-нибудь настолько серьезные отношения, что я готов был жениться? Да, были, и я тогда не женился, и слава тебе, Господи, потому что я готов был жениться, просто потому что я хотел, чтобы отношения развивались, они встали на месте, они были отвратительно ужасные, мы постоянно ссорились, и я думал, ну типа, ну вот, если я женюсь, то возможно, типа, из-за того, что это будет все серьезно, уже вот мы семья, это все прекратится, но слава тебе, Господи, что я попробовал с человеком вместе пожить, и понял, что ничего из этого не выйдет, и, короче говоря, все закончилось, и я очень этому рад, потому что сейчас я уверен в том, что жениться надо тогда, когда ты уже более зрелый, когда ты сам этого хочешь, и не потому что надо, потому что что-то там вас вынуждает, а потому что ты действительно понимаешь, что с человеком хочешь провести остаток жизни. Люблю ли я читать книги, и есть ли какая-то моя любимая книга, которую я много раз перечитывал? Насчет любимой книги мне ответить довольно-таки сложно, я могу сказать 100% насчет любимого писателя, это Стивен Кинг. Раньше, когда я был моложе, когда у меня было больше свободного времени, я действительно много читал, сейчас я практически не читаю, у меня тупо, ну вот реально нету времени читать, можно только в сортире, но все, сожрали соцсети, смотришь там инстаграмы, смотришь, блядь, ВКонтакте, Фейсбучек, и вот ты уже посрал, даже почитать, сука, некогда. Но раньше, да, раньше очень много я читал, но Стивена Кинга я прочитал просто абсолютное большинство его книг, не читал, наверное, только последний, который вышел уже после того, как я перестал много читать, и у него я могу выделить ярость, потому что я его перечитывал, этот роман в детстве много-много раз, как в детстве тоже, подростковый возраст был, потому что он как раз затрагивал такие подростковые проблемы, он написал его под псевдонимом Ричард Бахман, и не особо его какой-то популярный роман, он не был экранизирован, но мне он очень нравился, это вот так то, что вот мне в голову первое приходит, вообще много читал его, читал Паланика, читал Уэлша, вот всякую такую альтернативную литературу тоже очень сильно любил, сейчас, к сожалению, времени читать мало, хотя я об этом очень жалею, все думаю, как бы вот это вот чтение в свой распорядок жизни, все-таки вписать и вернуться, снова читать книги, потому что это нужно делать, это действительно развивает воображение, и вообще мозг прокачивает, не забивайте, пожалуйста, на книги никогда. Ну и последний вопрос из жанра фантастики, так скажем, что бы я поменял в Ютубе, если бы мне дали такую возможность, а поменял бы я отношение к контент-криэйторам, да, к тем ребярам, которые создают контент на Ютубе, потому что Ютубу откровенно похуй на тебя, на твои проблемы, несмотря на то, что у многих это такое место работы, например, для меня, да, я не какой-то популярный там дохрена стример, там ютубер, но все-таки я уже этим зарабатываю на жизнь, это мой основной доход, и вот сейчас я заболел, по-хорошему надо лечиться, восстанавливаться, а мне надо делать видео, ребят, именно поэтому видео выходит сейчас, а не попозже, потому что я знаю, что многие мне будут писать, Артем, нахрена ты пишешь видос, у тебя же голос хриплый, ты с ума сошел, давай поправляйся, и да, ребята, я бы с радостью, но если я не буду активничать на Ютубе, мой канал окажется в жопе, поэтому вот приходится, это я бы поменял с радостью. И тем не менее, мне очень понравилось снова с вами по душам поговорить, пишите комментарии в комментарии, ставьте лайки под видосом, подписывайтесь на канал, если вы вдруг не подписаны, хотя я уверен, что подобное видео будут смотреть только мои подписчики, не болейте ни в коем случае, и вступайте в группу ВК, приходите в наш дискорд канал, ссылочки на это все добро, в описании, как всегда, имеются. А я заканчиваю, с вами был Мародер 120 Гигабайт, жестких всем респектов, Йо!